Всем привет, с вами Эндумер, продолжаем, с вами Блад. Ладно, долго распинаться не буду, сразу поплыву, пока Калиб не начал делать... Ладно, за него я это сделал... Как отсюда убраться? О, меня тут уже рады! Вот это начало, вот это я понимаю. Да еще и под такую музыку... Эти культисты реально как отдельный какой-то сорт босс-файта, посмотрите, как их жестко встретили вообще. Фиш-пипл, куча культистов, всех хватает, а у меня всего 13 хп. Хорошо-то, что у меня по какой-то причине сразу в руке была Тесла, не знаю почему, я видимо так записался с Теслой в руке. Это было очень правильное решение. Итак, сегодня у нас пятый уровень, который называется Заруиненный храм, уничтоженный какой-то разрушенный темпл. Я не знаю, сколько будет сегодня уровней, потому что один день мы с вами пропустили, поэтому я не знаю, может быть 2, может быть 3, может быть вообще 1. В общем, как пойдет, как поедет, так и будем с вами играть. 109 монстров. От секретов, откуда ты? Куда они вообще берутся? Вот это, вот это прямо подходит здесь выражение, как из мешка высыпали, откуда столько культистов, реально. Ладно, что у нас есть по вооружению? Есть Напалм, есть Тесла, есть Динамит, палки-копалки по-прежнему нет и есть Кукла Вуду, практически юзлесная. Ладно. Вход в разрушенный храм, видимо, выглядит вот так. Как обычная хибарка, это хижина. Ой, как хорошо, что я отошел за угол, я бы не выдержал, если бы она меня подожгла, потому что это стоило бы мне всего здоровья. Так что это, реальный храм? Выглядит как просто сторожка, опять же, какая-то избушка. Ой, вот вас я вообще не хотел бы видеть. Кстати, вот здесь в кое-то веке пауки поставлены очень хорошо. Олицетворяют собой засаду, потому что я реально повернул за угол и сразу напоролся на пачку пауков. Вот это хорошая была постановка. Вот можно было сюда за угол поставить какого-нибудь культиста или просто зомба, тоже было бы неплохо. И снова у нас дом с разрушенной крышей. Очень сильно мне напоминает, это секретный уровень пятого эпизода, который как раз-таки и был. Про какую-то сторожку в болоте. Так, а, собственно, что здесь храмового? Я пока что понять не могу, почему уровень называется именно так. Неужели вот это вход в храм? Может быть. Ну, как-то довольно неожиданно начинается уровень и даже дело не в том, что мы начали под водой, а в том, что мы просто зашли в какую-то хибару для того, чтобы через нее попасть во внутренний двор храма. Какой-то странный заход. Интересно, чем он был обусловлен-то особо... О, нет, вот это все. Нет, повезло не все. Еще одна собака. Ну, да, ладно. Какой длинный коридор. Кстати, чем-то мне напоминает этот уровень ватт-подписчика, который я смотрел недавно, к сожалению, запамятовал, как был у человека никнейм. По-моему, Зачеславский. Там тоже был такой длинный-длинный темный коридор. И снаружи ходили разные монстры, их можно было бить через окна. Ух, да что же здесь так вас много-то? Как? Как тебя убить? Примечательно то, что тут собака тоже, в общем-то, стояла и тупила. Она, наверное, удивилась не меньше, чем я, потому что кто-то появился. Вот это, я понимаю, вот это я поддерживаю полностью такую расстановку монстров. Вот я только говорил, надо было за угол поставить культиста. Вот. Так, сейчас что-то будет. И собака вплотную практически ничего не может сделать. Хотя нет, можно вполне, вот она меня подожгла, но я думал, что она будет меня кусать. Да что происходит? Что за взрывы? Что за кошмар? Кто что там взорвал? Что за ужасное место? Так вот, она... Она вроде и не кусает, и не поджигает, и вроде ничего плохого мне не желает, но сделать при этом ничего не может. Так, хорошо, никто не просыпается, когда я стреляю, то есть можно шуметь. Вот это плевок я получил. Ааа, вот оно что, здесь вот эти плюющиеся ловушки. Не так еще здесь и просто оказывается, здесь надо сразу рашить. Ладно, пойду через собак. Да хватит меня сжечь, как задолбало это горение. Как будто я недоволен новой сантехникой. Да что такое-то, прекращай гореть уже, ну хватит. Нет, горение реально какое-то нереально долгое. Кстати, в этот раз довольно быстро кончилось. Кажется, что эти ловушки будут продолжать плеваться, и вот это куда-то как опаснее, чем турель, который мы видели в прошлом уровне, который стреляли и потом закрылись навсегда. Откуда побежали эти крыски? Так, это еще и на скорость. Внезапно лава. Внезапно еще лава. Вот это... Смотрите, как крыски умирают в лаве, но это так логично. А почему он перестал плевать? Потому что я зашел, спасибо. Спасибо, что перестал. Все, кажется, они выключились. И вот это был в кои-то веке реально суровый бой. Я проюзал всю аптечку. Так, что здесь у нас есть? Каким-то образом я, кстати, нашел два секрета. Это был, видимо, секрет в секрете. Приоткрытая дверь. Картина открывающаяся потихоньку. И... Да ладно, да я вообще не понимаю таких приколов. Вот эту шалу просто уже ставят, как попало, когда хотят. Ты куда? Шал, ты что? Ты не уходи. Если уж я за тебя взялся, то будь добра, отвечай. Куда ты? Так, она купается в лаве. Это уже неплохо. Интересно, дамажит ли ее лава? Не, ну вот это я вообще не понимаю. Так ставят эту шалу иной раз. Хоть стой, хоть падай. Что в прошлом уровне, в конце прошлого уровня ее так поставили, что офигеть просто было. Что сейчас? Вот как вообще разрабы думают, что я буду с ней сражаться? Да, она все-таки сгорела. Это очень странная шал, которая просто спрыгнула вниз, упала в лаву. И стояла, горела, горела, горела до полного своего уничтожения. Ну ладно, хорошо хоть так получилось ее убить. Но я не понимаю реально, как они ее ставят. Какой? Какой ключ? Какой? Здесь же нигде не нарисовано. То есть как с ней здесь вообще драться? И Шаут для меня, наверное, самый непонятный враг из всех, которые только существуют в этой игре. Потому что я действительно просто не понимаю, как с ней драться. Она какая-то неуязвимая вообще. Ты с какого оружия ее не бей? Она все умирать не хочет. Вот это вообще фантастики. И она постоянно откидывается своими паучатами. Ганс и Кимба, какой полезный. Поэтому всякий раз, что я с ней сталкиваюсь, я просто не понимаю, а что делать-то? И что от меня требуется делать? Что там у вас, инфайт что ли? Ну нате. Затупившие собаки. Вот по собакам, кстати, очень клево стреляют с Ганса Кимба. Уж очень быстро они дохнут. Интересно то, что с собаки выпало сердце, или это был культист? Я что-то мало... Ох, нет, только не это. Я что-то малость уже подзаплутал в этом уровне. И с какой стороны я вышел? Откуда? Интересно, догорю ли я? Нет, повезло. Благодаря сердечку, наверное, не догорел. Поэтому ушел вот прям вообще. И когда она встретилась в конце второго эпизода обычного Блада, мне казалось, что я ее убил каким-то чудом. Я выпустил там 100 патронов из Напалма. Стрелял из чего только можно, из любого оружия. И ничего не помогало. Она продолжала спамить и спамить и спамить пауков. И совершенно ни к чему это не приводило. Поэтому в последнее время у меня на нее ответа вообще нет. Я либо пытаюсь кинуть ее в пропасть, либо просто от нее убежать. Потому что это лучше, чем пытаться с ней сражаться. Потому что все равно непонятно, как и чем ее брать. Так, это я вышел с этой стороны. Интересно, а в сам храм-то я могу зайти? И где мне взять ключ? Какой-то мне вообще был нужен ключ. Странный довольно уровень. Совершенно непонятной прогрессии. Вот это вылетел его труп прямо мне на встречу. И заметьте, это все я бегаю где-то вокруг да около. Это я еще даже не был в храме. А будет ли вообще храм? И вообще, этот уровень про храм или про какие-то странные застенки, по которым я брожу? Я убил уже две трети киллкаунтера. И в храме я до сих пор еще не был. Это странно. Ох, вот это у вас тут пати. Я бы, кстати, не удивился, если бы в очередной раз была бы здесь горгулия. Точнее, шал. Так, куда это я? Что-то новоганца кимба. И это, кстати, лифт. Можно ли еще ниже? Очевидно то, что жадность наказуема. Я пожадничал. Я пожадничал, из-за этого упал в пропасть. Но я почему-то так и думал, что так и будет. Так вот, в одном из прошлых уровней я разрушил бочку. И из бочки выпрыгнул зомби. Я еще удивлялся этому факту. Как, мол, как так? Откуда там взялся зомби? Так вот, уважаемый думгай-68 сказал то, что у него из бочки вообще вылетел челок. И вот это реально круто. Как и, кстати, этот бой. Бой вообще неплох. На поверку. Так, давайте-ка, Гаргойла, мы с вами что-то придумаем. Суровый бой. А суровый он потому, что у меня закончились патроны на Теслу. И здесь еще целых два Гаргойла. Все, кажется. Вообще, вообще, вот это неплохой бой, реально. Во многом неплохой, потому что я банально не видел врагов. Кто, где, сколько, в каком количестве. И я подобрал какой-то ключик. Теперь у меня есть ключ. Кстати, с такой наклонной поверхности Калиб прыгать не может. Вот это для меня откровение. Раньше прецедентов не было для того, чтобы я мог проверить, но... Ну, теперь я знаю, то, что слоупы... Ого, обмен. Слоупы для Калиба... Не позволяют ему прыгать. То есть, если ты находишься... Хотя нет, смотри, ты спрыгнул. Но почему-то вон туда он не хочет. Откуда вот эти монстры вообще там взялись? И как же, как же кошмарно стоится на этой фигне. Так, это при том был секрет, кстати. И секрет очень хороший. И я действительно начинаю сомневаться в том, что в храм вообще можно попасть. Скорее всего, в храме будет выход. То есть, я убил уже реально почти всех монстров на уровне. И я даже не уверен, что ключ, который я поднял, ведет конкретно к храму. Там же была еще одна дверь какая-то. Которая тоже требовала ключ. Так, вон туда они могут, кстати, допрыгнуть. Интересно, что там. Возможно, там черный вход в храм. Да, тяжело быть калебом. Нет, там все-таки есть дверь. И как-то туда попадать можно. Уть! Давно не было сапогов в этой игре. Томма. Могу ли я встать на самый кончик? Могу, но прыгать он с него не хочет. Как же его ядрено драконит по этому шпилю. Вообще вот не может, бедолага, просто ничего сделать. Ладно, оставлю я это, пожалуй, как есть. Даже если там секрет, пусть так будет. Потому что прыгнуть я все равно оттуда не могу. И я рискую потратить чудовищное количество времени, прежде чем у меня это получится. И не факт, что получится вообще. Кстати, вот тут я не был. А тут, между прочим, нужные мне патроны лежат. И снова без идей на подобранная музыка. Вот у меня эта музыка ассоциируется только с восьмым уровнем первого эпизода. С тем, где мы убивали Чуокша в первый раз. Ха, занятно, да? Убивали... О, допрыгнул. Убивали Чуокша в первый раз. Сейчас очередь Чуокша просто разменные мобы. А призрак уходь бы хны, но это и ожидаем. И там, где была Офелия. Вот эта музыка какой-то была очень символичной, что ли. Как-то вот очень подходила она. Очень, очень круто символизировала. Какой? Я же взял уже ключ огня. Очень круто символизировала финал первого эпизода. И вообще вот эти вот страдания, испытываемые Калибом. Музыка вот для этого очень сильно подходила. А сейчас ее просто замызгали, залузгали эту музыку. И как-то стало, не знаю. Да какой? Неужели это ключ от храма? А потом от храма мне надо будет бежать сюда. Кстати, прикольно, что дверь здесь выбита. Я только сейчас обратил на это внимание. Вот, и поэтому кощунственно использовать эту музыку для просто уровней. Для обычных. Это как-то немножечко... Немножечко не то. Интересно, была ли это все-таки цветная дверь? Или можно было зайти в храм с самого начала? По крайней мере, мне нужен еще один ключ. Нет! Даже если это была обычная дверь, то меня тут же встречала цветная. То есть, покуда я не порыскал вон там, я бы не мог просто продвинуться дальше. То есть, в любом случае, ключ огня мне был нужен. И скорее всего... Нет, смотрите, это выход. Получается, что? Скорее всего, на этом уровне выход на секретный уровень. Скорее всего. Я практически уверен в этом. И я не нашел один секрет. И, соответственно, еще 14 мобов я понятия не имею, где они есть. Потому что я побегал везде, в принципе, как мне кажется. И ничего я вроде не упустил. Но, опять же, я не из тех игроков, кто будет тратить эфирное время на то, чтобы попытаться найти то, чего, возможно, даже и нет. Ну, то есть, где-то запрятано, но так, что не слышишь, так просто. В общем, в любом случае, я выход нашел. Даже если здесь есть выход на секретный уровень, окей, мы на него в любом случае попадем. Пускай не таким путем. Но тратить количество времени несоразмерно для того, чтобы попытаться этот секрет найти, я не собираюсь. Не то, чтобы хотелось. Если вы хотите, пожалуйста, ставьте пост Мортон, учите сами. Я всегда, всегда говорю так. Ну что, идем дальше. Следующий уровень будет называться «Запретные ритуалы. 113 монстров. 10 секретов». И ближе к концу эпизода все-таки уровни пошли побольше. Сразу цветная дверь, слушайте, уже надоедает. Будет ли хоть один уровень в Бладе? Нет, кстати, ни одного уровня в Бладе не было, в котором бы не было ни одной цветной двери. Даже самый первый уровень требует ключ. Да что ж такое? Меткость на нуле. Так вот, поэтому, разумеется, все это обусловлено тем, что идет игра под запись. Опять же, если я буду искать эти секреты денно и ночно, потом делать склейки, сама суть этого будет утрачена. Потому что с тем же успехом я могу просто зайти на Блад Вики и посмотреть, где все секреты находятся. Верно. И, ну, не то чтобы это было интересно. Я знаю, что так играет Hell Knight. У него вроде бы секреты отображаются на карте. То есть он ради того, чтобы показать уровни целиком, показать все их секреты, показать все, что в них есть. Ох, чувак, я думал обычный огоргойл будет. Он прибегает к такому трюку. То есть он ничего нравится смотреть на секреты на карте, для того, чтобы их игрокам показать. Довольно удобно, возможно, но я не могу сказать, что мне этот подход сильно импонирует. Я предпочитаю играть вот буквально как есть. Смотреть на игру глазами обычного игрока, такого же, как и вы, который просто зашел, просто поиграть и игру, и пройти уровни. И все. Разумеется, если бы я сидел и играл один, возможно, бы я тратил время на то, чтобы понаходить какие-то секреты, но справедливости ради нет. Скорее всего, и такого бы не было. Почему-то с возрастом и вообще с тем, сколько лет я играю в целом в играх, у меня почему-то пришло озарение, пришло понимание. Вот на прошлом стриме мы говорили про достижения. И должен сказать, что у меня выработалась какая-то такая политика, что мне важно посмотреть в игре только то, что я хочу в ней посмотреть, только то, что я могу посмотреть. Вот я поиграл в игру как есть, посмотрел то, что смог найти, посмотрел то, что разрабы мне предоставили, и мне этого достаточно. Я перестал охотиться за какими-то достижениями, потому что, нет, я прекрасно понимаю чип-хантеров и все вот это, но иной раз это идет уже просто спекуляция на том, что игра игроку стандартному дает и так. То есть ты играешь в игру, и тема прекрасна, что ты не знаешь, какая она, как она будет развиваться, что в ней будет. Ты просто играешь и все. Но когда ты начинаешь уже действительно задрачивать игру, какие-то выжимать из нее все соки, это надо быть либо особым фанатом игры, либо иметь кучу времени. И вот я пришел к пониманию того, что я лучше поиграю в еще одну игру, которая подарит мне такие же ощущения и эмоции, нежели чем буду тратить колоссальное количество времени, а время действительно ценится. Когда беспросветно пашешь на заводе, понимаешь это вообще по-новому. Так вот, чем ты будешь залипать в одну игру и пытаться выжать ее на все 100%? Я почему-то утратил интерес к этому. Может быть это и плохо. Может быть это признак игровой импотенции, так называемой, но я так не считаю. Мне достаточно того, что я получаю от игры так. Поэтому я просто прихожу их. Я не выделаюсь. Я прихожу и все. Иду по игре, вот пока игра ведет меня, и делаю какие-то склейки или прибегаю к каким-то трюкам, только если я застрял, потому что иначе я не могу пройти игру, разумеется. А мне это нужно. Так вот, а убивать колоссальное количество времени на поиск всех секретов и выполнение достижений, которые сами по себе призваны просто удлинить игровой экспириенс, непонятно, правда, особо зачем. Если игрок прошел игру, посмотрел весь сюжет, посмотрел все, что в игре есть, то выполнять достижения по типу «убей 200 монстров, стоя только на правой ноге» кажется мне полным абсурдом. Но, опять же, я ни в коем случае не гоню на тех, кто любит ачивки, потому что я понимаю, в чем их прелесть. И когда я был помоложе, когда у меня была куча свободного времени, играя в тот же World of Warcraft, я делал огромное количество достижений, тысячи их, но почему-то пришел к тому, что... что это того времени не стоит. Лучше реально посвятить время чему-нибудь еще, познакомиться с чем-нибудь другим, нежели чем висеть на месте и добиваться сомнительного такого результата. Это к вопросу о секретах. Секреты — вещь довольно опциональная, конечно, если не идет речь о Сигиле 2, поэтому они рассчитаны на пытливого игрока, который как раз-таки хочет изучить игру немножечко больше, который как раз-таки хочет потратить время на то, чтобы посмотреть, что в игре еще есть. И вот для таких людей нужны секреты. Я по понятной причине только что мной озвученной себя к таким не особо-то и отношу, и более того, это точно не подходит под формат записи, не для эфирного времени. Поэтому я всегда говорю, люди, если хотите посмотреть какие-то секреты, заходите, смотрите сами, потому что моя задача — показать основную игру, основной геймплей, и этого будет достаточно. Довольно впрест ранее опустился обсуждение, но думаю, что стоило уделить этому время, дабы разрешить эту неоднозначность. Потому что некоторые иногда по-прежнему продолжают наезжать у меня в комментариях, вот почему ты там все секреты не показал, не прошел игру на миллион процентов, не выполнил кучу дебильных ачивок, которые вообще не имеют ничего общего с игрой. Не, ну действительно, есть же вообще невероятные просто достижения. Просто невероятные. Которые совершенно никакого смысла не имеют. И мне кажется, в каждой игре такие ачивки есть. И более того, выполнение этих достижений совершенно ничего не дает. То есть буквально какие-нибудь ачивпоинты или просто дополнительная заполненность шкалы тех же самых достижений в стиме, и все. Нет, опять же, я понимаю, что для кого-то это многое значит. Но по большому счету это время в никуда, потому что, ну, сама игра далеко не об этом, верно? Вот опять довольно нелинейный и запутанный уровень. Там, кстати, был еще этаж с пауками. Опять какой-то барматолог подключился. Ох! Снова пошли вот эти путанные коридоры, путанные уровни. И нелинейность Блада начинает даже немножечко бесить. Сколько же здесь культистов? Ну хорошо, давайте я тоже постреляю с Теслы. У меня она тоже есть. Вот этот прикол я тоже давненько отметил. Если монстр стоит прямо перед тобой, то почему-то дамажить его не получается. Если ты, конечно, не с двустолки стреляешь. Тесла почему-то имеет какой-то... Какую-то минимальную дальность атаки, что ли? Что это? Бессмертие, кстати. Впервые я вижу в обычном Младском уровне. Только зачем она мне нужна? Опять же, когда бой я уже провел. А, на Тесловиков не работает Тесла! Я только что это заметил. В шестом уровне я только понял это. Кстати, мне говорили, что Альтфайр Теслы работает от 40 патронов и больше. Вот так он выглядит. Вот этот плевок, это и есть Альтфайр Теслы. Кстати, нечистик? Долго неуязвимость действует. Так вот, просто у меня было тогда мало патронов. И из-за этого он просто вместо Альтфайра стрелял по 4 патрона. А на самом-то деле Альтфайр у него... Это вот этот вот кругляшок. Который он выплевывает. Здорово! Очень даже неплохо. Убил целого одного культиста. И в принципе, может быть, Альтфайр бы был ничего себе, но... Ну уж очень долго он кастуется. Учитывая, какие скоротечные бои в Бладе, чаще всего, когда тебе нужно реагировать практически мгновенно, потому что ты выходишь, и враги они... Вот они! О, а вот и они! Я живу снова! Так вот, очень скоротечные бои, и нужно очень быстрым быть. Как-то вот такой вот долго заряжающийся Альтфайр... Ну, я не вижу ему просто применения. Не вижу, в какой ситуации его можно грамотно использовать. Как его можно подготовить так, чтобы тебя при этом самого не убили? Так, смотрите-ка, кнопочка. Скорее всего, кнопочка возвращает лифт. Везде ли я был? Кажется, что что-то я оставил позади, или нет? Это не линейность, реально сводит с ума. Потому что ты пытаешься в голове удержать места, в которых ты еще не был, в которых тебе стоило зайти. Но в один момент ты понимаешь, что ты уже сходил в круговую, и ты... Так или иначе, если не побывал, по крайней мере... Так это же цветная дверь! Как она открылась? Так, а... У меня же нет этого ключа. Ладно, в любом случае, сюда, видимо, нужно позже. Как? Как это? Во-первых, культист открыл, нажал этот рубильник. А во-вторых, как это вообще получилось? В общем, получается, но и раз то, что ты... Ты уже сходил туда. Куда ты... Куда ты хотел сходить впоследствии? Я не знаю, в чем уж здесь заслуга цикличности, нелинейности уровней, или... Или общей структуре маппинга, того, как маппили эти монолитовцы, не знаю. Но в любом случае, почти никогда ты не блуждаешь. Ну уровень прям... Вот этот уровень прям вообще... Я не знаю. Куча дверей, при этом у меня уже есть куча ключей. И везде враги, буквально на каждом шагу. Ну что, если как возопили, сколько их... Выигрывает, конечно, тот, кто лежит. Как синхронно они припадают на землю. Смотрите-ка, Гаргойл. Да хватит. Давай спускайся. Как много врагов. Я начинаю путаться, реально. У меня теряется ощущение прогрессии. Гляньте-ка, как его... Зафиксировало там. Очень-очень много врагов. Очень много дверей. И непонятно, правильно ли я иду, неправильно. Что вообще происходит. Вот этот эпизод, пожалуй, мне нравится даже меньше, чем пятый. Пятый хоть и был такой слабенький на боевку. Тоже местами непонятный вообще, невнятный какой-то, но... Но, по крайней мере, в нем было понятно, что делать и куда идти. Здесь же я не знаю. Я просто гуляю. Я просто хожу и на моем пути, откуда ни возьмусь, вырастают враги. И при том... Я не понимаю, правильно ли я иду, неправильно. Зачем здесь столько дверей? Куда столько секретов? Десять секретов. И с одной стороны, может быть, это и неплохо. Постоянные акшенки. Да, и с этой стороны я не могу зайти, потому что ключа у меня нет. Какой же бред. А с той стороны могу, потому что там рубильник почему-то не цветной. И вот эта дверь. Вот эта офигенная дверь, которая просто отбежала с двух сторон. Нет, это действительно очень странно. Где-то местами мапперы Монолита, мне кажется, перемудрили самих себя. Окей. По крайней мере, есть еще две двери. Дверь черепа и дверь полумесяца. Я все время не могу привыкнуть к тому, что здесь лифты нужно активировать мануально. Тебе действительно нужно нажимать вручную, чтобы он ездил туда, куда ты хочешь. То есть ты встал на лифт и подумал, скидь привычки, с ты еще ждешь, что он поедет, но он не едет. Потому что тебе нужно повернуться к стене и нажать пробел для того, чтобы лифт поехал. Странная довольно механика, к которой невозможно привыкнуть. Что это? Хитрые цветки из Гарри Поттера. О, руки! Вот в этом уровне такое чувство, будто все монстры были. Достаточно долгий при этом уровень. И я бы удивился, если бы здесь на кладбище не было бы зомби. Так, что еще? Кого я еще не видел? Остается 10 монстров, уже даже 9. И почему так долго до меня доходило, что на тесловиков не работает Тесла? Не знаю. Видимо, не было прецедентов, чтобы я их с нее бил, да вроде бил. Так, это я снова сходил в круговую. Ну что ж, кажется, то, что дверь, которая мне нужна, это дверь полумесяца. Осталось только вспомнить, где она была. О, Ганса Кимба, полезная вещь. Осталось, что один монстр, кстати, который, наверное, там и будет за той самой дверью. По крайней мере, у меня будет 100% киллкаунтер, но меня это устраивает. Я никогда не забуду тот уровень с водой из прошлого выпуска, он был просто отвратный. Но этот уровень тоже не очень хороший. Неужели сейчас будет какой-нибудь чернобок? Вот это я вообще не удивлюсь. Нет, внезапно никого. Гляньте, какая хорошая работа со светом. Внезапно. Внезапно реально хорошая. Мне это очень напоминает уровень трек Федерова, который был... Как же он назывался? Не помню. Не Брэйн Вошен Ликвид, а его самый первый. Вот выпал из памяти, тоже были такие колонны, и отбрасывали тень. И тоже крутая работа была со светом. Вот этот зал мне очень нравится, хотя что из-за чего такой свет? Неужели два бедных факела? Ладно, конечно, это был уровень, одного монстра я не досчитался. Ну, ничего страшного, в таком запутанном лабиринте он мог и загулять. Либо же просто быть в секрете. Давайте посмотрим на седьмой уровень, который будет называться Данжен. Данжен будет иметь в себе 181 монстра. Ну, я думаю, что я могу себе позволить пройти его тоже, потому что мы идем с вами всего 29 минут, судя по тому, что показывает ОБС. Поэтому давайте захватим его тоже. Будет выпуск чуть-чуть подлиннее. Некоторые из вас могут насладиться Бладом чуть-чуть побольше. Что это? О, нет, какой-то пазл, да? А что делать-то, ну, бля? А, ног. Что-то было. Уровень, который сразу начинается с загадки. Я понятия не имею, что это и как это конкретно проходится, но вроде что-то получилось. Так вот, идея, конечно же, в том, чтобы оставить только седьмой, точнее, восьмой, девятый уровень, и, соответственно, уровень босс-файт и секретный уровень. Для того, чтобы мы посмотрели его с вами в завтрашнем выпуске, и на этом пост-мортем и официальная часть Блада будет закончена. Знаете, мне это очень напоминает игру Данжен Кипер. О, нет. Была такая игрушка, может, кто-нибудь из Олдов вспомнит. Ну что ж, кажется, что этот Данжен будет полон... Полон каких-то тайн. Полон загадок внезапно. Ой. Так что делать-то надо? Надо было на рубильник, оказывается, нажать. А, вот он, тот самый прикол, который мы с вами видели уже в первом эпизоде. Когда загружаешься, вот этот трейл остается висеть в воздухе. Причем он не наносит урон, на него можно спокойно дотрагиваться до него. Ладно. Так вот, и, соответственно, пост-мортем мы с вами закончим. Уже получается завтра, и... И останется у нас только Мэрол. Который я хочу посмотреть. Ну, Мэрол должен быть чем-то другим вообще, в принципе. Потому что Мэрол довольно современный эпизодник. И это действительно эпизодник, сделанный... Не то чтобы сторонними разработчиками для Монолит. А реально... Реально вообще просто игроками. Просто пользователем. Причем спустя столько лет. Поэтому на это посмотреть будет интересно. К тому же, как гласит предание, качество у него реально крутое. Поэтому посмотрим. После этого мы с вами бегло глянем Блад 2. Я не знаю, насколько... Насколько меня хватит. Потому что, ну, игра действительно очень-очень спорная. Смотрите-ка, снова прокнул этот баг. А баг ли это? Его же просто поджегший цветок. Ладно, не буду мучить бедолагу. О, нет. Он еще и унизминен стал. Уже было такое, опять же, по-моему, в первом эпизоде. Вон чувак летает. Только там горящий монстр продолжал бегать за мной поджигать. Здесь же он просто стоит на месте. Бегущий человек. Это, это, это. Из фантастической четверки. Как его там звали? По-моему, там был горящий парень, который все время был объят пламенем. Ну, либо это Блейз из Mortal Kombat. Ладно. В общем, не знаю, насколько хватит меня в Бладе 2. Но что-то мы с вами посмотрим. Посмотрим, как минимум, для того, чтобы сложить наше с вами собственное мнение. И понять, что вообще за игра. Хороша ли она, плоха ли, как ее молюют. В общем, нужно быть объективными. Поэтому чуть-чуть посмотрим. Смотрите-ка, он еще и от шашки не умирает не сразу. Крепкий монстр. Лава поднялась. А здесь огненные цветки, которые заставляют монстров гореть вечно. Кстати, они и меня заставляют гореть вечно. Можно ли сразу? О, мне удалось триггернуть. Триггернуть в полу-то лава. Чтобы он поднялся до того, как я спрыгну вниз. Что мне совсем мало осталось здоровья, если сейчас вылетит Гаргойла, быть беде. А они 100% вылетят. Почему-то, когда я убиваю цветки, засчитывается просто какое-то нечеловеческое количество монстров килл-каунтер. Сразу штук по 10, наверное. Почему так? Я не знаю. Неужели один цветок содержит в себе сразу толпу монстров? Как это работает? Я не знаю. При этом я только начал играть в этот уровень. Сколько мы идем? 2-3 минуты, наверное. И уже, можно сказать, четверть килл-каунтера лежит. Хотя я даже еще ничего не успел сделать. Прикольно, кстати, багнулся этот горящий человек. Уж даже не знаю, что с ним... Что с ним такое. Как картина машет руками. Мне это, кстати, даже напоминает чем-то огненного элементаля в Героях Третьих. Замок сопряжения. Так, что еще? Как же задолбали вот эти коридоры? Добл килл. Хотя вряд ли это килл. Так и вышло. Не знаю. Почему-то вот у меня появилась какая-то... Какая-то антипатия к уровням, которые делали монолит. Реально. Что-то вот... Вот эта вот ветвистость уровней. Вот эта вот коридорность и прочая. Вот эта вся ботва, ну, очень надоело. Чувствую кучуох здоровый. Так, чувох. Офигеть. Чувох прямо в меня зашел. Как же бесит у меня кукла Вуду. Мне говорили, прицелься и нажми кнопку. Нифига подобного. Ну вот и что это? Вот и что это? Во-первых, откуда там взялся вообще гребаный культист? Во-вторых, я нацелился точно в чувоха. Но ударил культиста. Это вообще ха-ха. Это самое паскудное оружие просто, какое только есть в игре. Я даже молчу про то, какой долгий у него каст тайм. Вот этой альт способности. Но то, что он бьет по какому-то гребаному культисту в другом конце зала. Вместо чувоха, по которому я целюсь. Это вообще нечто просто. Как это вообще возможно? Я не знаю. Хотя целился я прямо в него. Гарантированно. Калик продолжает что-то бормотать, но я даже не слушаю его, потому что он свои фразы начал выдавать уже, видимо, по старой памяти, которая у него совсем дала сбой. Что? Одна из трех частей выполнена. А, мне нужно три рубильника найти. Ясно. Какой-то новый заход в Бладе. Мне дали Бист Вижн. Не примену возможность им воспользоваться. Я обожаю Бист Вижн. Классная штука, очень полезная. К тому же долго тратится. Так, ладно. Портал. Что он там... Откуда он там взялся? Я же там уже был. А, вот теперь. Вот теперь мне нужно гадать дальше, судя по всему. О, да. Кажется мне, что я здесь надолго. А все ли я там посмотрел? Пойду сбегу еще разок сюда, потому что я не уверен, что... Я здесь еще все сделал? Откуда я здесь взялся культист во первых? Во-вторых, что это, мне кажется, я здесь упустил? Горящий человек все продолжает бегать. Наверное, я закончу записываться, доиграю уже, да пройду этот уровень. Выйду из игры, а он все еще будет продолжать бегать. Бедняга. Незавидная участь. И ведь ничем не поможешь ему. Он попробовал ударить его с... Взорвать его динамитом, но его только отбросил, а он не умер. Кто это вообще, интересно? Культист? Как так получилось? Ведь ничего ж такого не было. Я не мансил сейвлодами. Его просто поджег вот этот огненный цветок. И все. И это все, что было. Почему он стал таким? Как он до такого докатился? Что случилось с бедолагой? Я не знаю. Нет, здесь я все сделал. Здесь мне уже ничего не нужно. Значит, остается только решать вот эти вот загадки. Хорошо. Может, мне как в казино надо собирать? Что-то? О, нет. Значит, вот... Как это вообще работает? Я вообще не понимаю. Логики абсолютно никакой нет. Ну, ладно. Я вроде понял. Более-менее что для меня требуется. Но я имею в виду, нет никакой логики в том, какой столбик открывает какую дверь. Такое чувство, что это вообще наугад. Там, кстати, опять Чуок. Два Чуока. Ничего себе, как жестко. Ну вот Чуок им не очень, кстати, нравится сражаться в таких тесных помещениях. Вот тут они лохи. Чуоки любят свободу. Чуоки любят, когда им дают полетать. Когда им дают порезвиться, расправить крылья. Вот в таких вот помещениях им трудно. Их легко очень здесь обдрестать, потому что ты встаешь за угол и все, и Чуок ничего не может. Хоть их здесь и двое, но тем не менее они какие-то здесь бессмысленные просто. И беспощадные. Да, они, конечно, убили меня разок. Но скорее потому, что я сам затупил. Не знаю, кстати, почему я особо не использую на вот этих вот толстяков динамит. А предпочитаю сжечь их с сигнальной ракетницы. Хотя динамит намного быстрее и намного эффективнее с ним справляется. Хотя, как сказать, осталось еще попасть. Опять какие-то завывания пошли. Забейте монолит, вам уже не повторить то, что вы сделали в оригинальных четырех эпизодах. Это уже так, жалкая калька. Хотя вот эти уровни, которые идут ближе к концу, я бы не сказал, что прям жалкие. В принципе, ничего, такие уровни. Только запутанные, конечно, ужасные. Вот это раздражает неимоверно, но в целом уровни неплохие. Так, что-то я открыл очередной раз. Два чок, а? Интересно, зачем их поставили сразу двоих? О, нет, это можно еще и туда-сюда двигать. Но мне кажется, то, что надо вот так, потому что в положении том она была изначально. Ладно. На самом деле чок, наверное, самый лох из боссов. Ну это и понятно, он первый и так далее, но... В целом у него нету никаких особенностей таких, которые могли бы сделать его офигенно сильным. Да, он неплохо дамажит, но при этом он дамажит так, как Манкубус в Думе, то есть предсказуемо. Он бьет слева, справа от цели, то есть от калибра, но при этом никогда не бьет... Никогда не бьет прямо. Он всегда бьет на упреждение, старается, по крайней мере, бить на упреждение. И если вот эту его штуку предвосхитить, если его прочитать, то особо ничего у него не получается. Более того, не сказать, что офигенно он сильный бьет, где-то по 40. Я просто вспоминаю Цербера, который ваншотит практически в любой ситуации, который наносит настолько чудовищный урон, который вообще очень тяжело превозможен. Ну или Неубиваемый Шаал, который не мытьем, так катанем тебя возьмет. Хотя катанем, наверное, тоже вряд ли, учитывая, что пауки вообще нифига не дамажат. Вот я сколько бегал даже по самим паукам, вот, кстати, пауки. Они максимум, что могут сделать, это отравить тебя, то есть заставить тебя почувствовать головокружение. И то, я не знаю, как это работает. Учитывая, что я бегаю вот прямо по ним, и все равно их головокружение не срабатывает. Очень часто. Даром, что сама Шаал такая толстая, что ее бить буквально впадло. То есть Шаал тоже такой довольно дурацкий босс. Как-то вообще получилось. Так что единственное, кто действительно внушает опасения, кто действительно крут, это церковь. Ну и Чернобок, разумеется. Прикольно то, что я могу разбивать этих зомби заранее, которые там, оказывается, лежат. Нормально. Нормально получилось. Я очень надеюсь, что я нигде... Вот, по-моему, я там еще где-то не сходил. Нигде не пропускаю рубильники, потому что потом бегать по всему уровню, выскивать оставшиеся, делать склейки, мне что-то так не хочется. Так, откуда я вообще зашел? Ага, зашел я отсюда. Надо быть внимательным. Нужен глаз да глаз. Так, это чуваки были, сюда спустился. И где-то здесь наверняка будет один из рубильников, потому что почему здесь комната так просто кольцуется? Вот, вот сюда я не сходил. Довольно, кстати, большой уровень по килл-каунтеру, 181 монстр. Мне кажется, это самый большой уровень по килл-каунтеру из... Из всех, которые, в принципе, были во всех эпизодах Блада. Я действительно думаю так. Не припомню, чтобы монстров было так много. О, нет, опять долбаный шал. Ну на тебе нюх. Я просто даже не знаю, чем ее брать. Я реально не знаю, чем ее брать. Она вообще неубиваемая. Ой, короче, просто проще забить. Я наступил в нюх. Я еще и выжил кем-то образом. Я реально не хочу с ней сражаться. Я не вижу в этом вообще никакого смысла. Это трата патронов. Натурально огромная и ничем не обусловленная трата патронов. ХП у нее очень много. Я даже не совсем понимаю, зачем ей столько вообще дали. Но ХП ей дали очень много. При том, что она сама едва ли наносит урон. Пауки едва ли наносят урон. Она сама хоть и лезет прямо в меня, пытается танковать, но ничего не наносит. Самый странный, наверное, монстр в игре. Самый странный, самый непонятный. Шауин файтится с зумби-меном. Да ладно, как такое вообще могло получиться? Короче, все, что мне нужно делать, это просто как-то от этих пауков долбом их защищаться. Точнее, даже не то, чтобы защищаться, а просто убивать их по мере того, как их становится слишком много. Второй. Значит, где-то есть еще и третий. Значит, где-то я его все-таки упустил. А, третий, наверное, в центральной двери, которая тоже, судя по всему, как-то открывается. Ладно, Шау, до свидания. Шау, там уже две сотки мне сделала. Ух! Так, это я не то достал. Нет, ну действительно, вот до такой степени доходит вот этот монстр. Вот до такой. То, что даже и нафиг не надо убивать. Бедные, кстати, вот эти вот мясники, они могут, видимо, кидать свои ножи только прямо перед собой. Сразу видно, что у чуваков отключен на услуг. Не завидую я им. Но при этом вспоминаю свою же игру в Джиза Думе. Так, ну судя по тому, что здесь огромное количество монстров, иду я правильно. А что тут может быть и неправильного в целом, если осталась только одна дверь? Ну давайте пытаться понять, как нам ее активировать теперь. Так, вот этот открывает первое, значит второе нам нужно что, паук? Это не то. Вот это паук? А, все, больше ничего не надо. Ладно, ладно. Третье, видимо, как раз таки был нож или что там, или полумесяч. Часто сколько мясников, кстати, впервые вижу их в таком количестве. Ох, сколько еще этих засранцев. Закидали меня буквально шашками. Ну в кои-то веки, кстати, и я сам начал пользоваться динамитом, и это весело, потому что... Потому что культистов реально много. Отстаньте от меня. Культистов стали ставить какими-то прямо аккуратными такими пачками. А где второй Гаргойл? Кто его убил? Неужели его развалило теми шашками, которые кидал зеленый культист? Вот уж не думал то, что Гаргойла так легко убить динамитом. По-моему, нет. Так, что, кто еще остался? Еще около сорока монстров. И знаете, мне уже реально интересно, кто здесь будет финальным боссом. Притом, я, наверное, что-то делал не так. Кажется мне, что я что-то делал неправильно. По той причине, что я до сих пор не увидел ни одного вэпон-мода обещанного. Это седьмой уровень. Осталось всего два. И я точно помню, что говорилось. Есть три вэпон-мода. Каких? Тут я ни одного не увидел. О чем была речь? Где палка-копалка, которую до сих пор мне не дали? Реально, мне до сих пор не выдали палку-копалку. И до сих пор не показали ни один из трех вэпон-модов. Когда они собираются это делать? И собираются ли вообще? Или это все в каких-то офигительных секретах лежит? Если собираются, то самое время бы начать. А может мне надо было в огонь зайти? Нет, в огне ничего нет. И калиб, кстати, в нем не горит. Калиб в этом эпизоде вообще какой-то супер заядлый. В огне не горит, электричество его не бьет. Кажется, калиб за эти шесть эпизодов стал настолько закаленным, что его уже ничем не проймешь. По лаве, кстати, я сегодня бегал тоже вполне себе спокойно. Ничего особо не чувствовал. Так, ладно, что еще? И я, кстати, поймал себя на мысли недавно о том, насколько вот отличается моя игра в Блад от того, как я играл в него в детстве. Я просто вспоминаю себя, когда я не мог даже пройти первый уровень. Просто потому, что было очень страшно. А игра вообще-то действительно страшная. Я думаю, вы со мной согласитесь. Все монстры страшны, особенно гаргойлы вот эти. Да и культисты с их рожами, с их криками. С их атакой вот этой очень жестко, очень мощно, как они разрывают. Игра действительно страшная. И невозможно было продвинуться хоть сколько это в ней в детстве, потому что все время казалось, что ужас слишком силен. Однако сейчас я совершенно спокойно в нее играю. Вообще не испытываю никакого ни страха, ни ужаса. Понятно, что годы прошли, возраст изменился и все такое. И вообще я поднаторел, привык ко всему прочему. Но неужели это действительно так работает? Неужели действительно можно полностью просто изменить свое отношение? С полного вязчего ужаса, который не давал тебе даже, даже хоть чуть-чуть пройти первый уровень в игре, до того, что ты просто привычно идешь и разваливаешь всех направо-налево. Еще одна мысль, которая меня посещала, заключается в том, что вот насколько же хитсканеры в Бладе отличаются от хитсканеров в Думе. Вот если хитсканеры в Думе чаще всего воспринимаются, как действительно рядовые враги, несмотря на... Что бы взять? Вот я стою и не знаю, какое взять оружие. О, палка, смотрите, палка-копалка, наконец, ну все. Палка работает. Что палка-то не работает? Смотрите, она делает из них скелетов. Она их расщепляет до состояния скелетов. Так вот, хитсканеры в Думе, пускай они очень сильно, особенно пулеметчики, да? И часто используют их. Как ты туда вообще попал? Часто используют пулеметчиков, да еще ганеров тоже часто ставят везде. Тем не менее, они воспринимаются, как рядовые враги. Ты знаешь, что здесь огромное количество монстров сильнее, крепче, жирнее и так далее. Там и ревенанты всякие, и бароны, и хеллнайты. Да много кто вообще в целом. То здесь, в Бладе, культисты выглядят как реально полноценные враги. Вот действительно полноценные. А как по мне, едва ли чуть ли не самые основные. Для меня здесь основные враги далеко не какие-нибудь там Гаргойлы или... Или кто-нибудь еще. А кто здесь вообще еще? Кстати, врагов в Бладе поменьше, чем в Думе, судя по всему. Ни Гаргойлы, ни собаки, ни призраки. Это скорее враги, которые встречаются редко. Редко, но метко заставляют тебя переключить оружие, схватить что-нибудь другое. Например, Теслу или Напалм. И быстренько с ними справятся. Потому что это жесткие, сильные враги. Но культисты практически встречаются повсеместно. И именно они являются основой этой игры. И несмотря на то, что они просто хитсканеры, которые просто... Просто тощие, просто наносят урон. Вовсе не ощущаются они как... Как рядовые враги низнего уровня. Вот в этом отличие, пожалуй, от Дума. Сколько же их там много? А на палке-копалке патронов у меня нет. Она уже стрелять, видимо, не будет. Нет, смотрите-ка, я поставил ее. Нет, она стреляет. Ладно, я сделал немного по-другому. Что я как-то супер тупо ее поставил. Я просто думал, что она не поставится. Она выстрелит, выжаров мое ХП. Но нет, вполне себе поставилась. Да, палка, конечно, удобная штука. Жалко, что ее так поздно дали. Почти в конце эпизода. Любопытно, что динамит вообще не нанес мне урона, хотя упал мне буквально под ноги. Как это вообще возможно? Ух, как весело я подпрыгнул. Вот, и здесь культисты действительно являются серьезными врагами. Реально серьезными. И, помятуя о том, о чем я только что сказал про детство и про то, как страшно была игра, пугали на первом уровне, разумеется, культистов. Потому что никаких гаргойлов там не было. Мишки. А пугали именно культистов. И поэтому я точно могу авторитетно сказать, что культисты основные враги в Бладе, в принципе, и страшные, и сильные, и встречающиеся в 90% случаев среди других врагов. Ну что, 7 мобов я не нашел. Я думаю, из 3 секретов, но... Это уже как водится. Ну что ж, уровень пройден. И босс левел будет называться Красавица и Чудовище. 13 монстров на нем будет всего. Действительно, это будет босс-бэтл. Но его мы посмотрим уже завтра, равно как и секретный 9 уровень, каким бы он ни был. Не знаю, махнул я сегодня, конечно. 3 уровня сразу, не ожидал от себя такой прыти. Но как-то пошло, знаете, как-то пошло-поехало. Я понимаю, что Блад немного поднадоел и все такое, но в целом, в целом, сегодня, сегодня игралось неплохо. Хорошо, что не было вводных уровней. Возможно, поэтому. Ссылка на плейлист Блад в описании под этим видео. Там же ссылка на Дискорд канал и на Телеграм канал. Пишите ваши комментарии, как вам понравилось, и чего вы вообще ждете от Блада в дальнейшем. Спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. До встречи в следующем уровне. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok